Всем привет! С вами Иван Кожи и сегодня у нас будет обзор напитки. Этот обзор я делаю по просьбе моего подписчика Славы Лин. Достаточно давно, месяца два назад, по-моему, он предложил мне делать обзоры на напитки. И вот и первым из них это должен был быть квас. Ну, задержал немножко, уж Славон извиняю. Итак, друзья, я сегодня приобрел два кваса, черный и белый. Бренд у нас называется Квас Тарас. Вот, полтора литра каждая бутылка. Вот, стоят они почти одинаково, но все-таки разница в цене есть. Черный квас обошелся мне в 16 гривен 60 копеек. Это 64 американских цента или же 41 российский рубль 37 копеек. Белая бутылка белого кваса, точнее, обошлась мне чуть-чуть дешевле. 15 гривен 95 копеек, это 62 американских цента или же 39 российских рублей 75 копеек. Напомню, что обе бутылочки имеют, вот, объем полтора литра. Ну, не знаю, как бы, белый квас я уже, кстати, пробовал, достаточно неплохой. Мне понравился, хотя я не отношусь к любителям квасов. Вот, беру там раз в год и то на праздник, если есть большое желание дома. Ну, мне никто квас не делает, вот, в основном покупаем такой. Но, честно, вот, бутылочный квас мне не очень нравится, потому что это, знаете, вот, он не напоминает тот домашний настоящий квас. Вот, больше, как бы, такой, знаете, вот, как пиво безалкогольное берешь, да, то есть, понимаешь, что это, как бы, не пиво, а какой-то пивной напиток. Так вот и здесь, как бы, вроде бы квас, но не квас. Что касается, вот, темный или белый, мне больше нравится белый, не знаю, он более такой нежный. И сколько я не пробовал черные, они мне всегда не нравятся, потому что, вот, есть у них какой-то привкус, не знаю, паленого сахара, паленого хлеба. Ну, то есть, какая-то такая горечь. Так, сейчас я начислю себе и будем дегустировать. Хорошо, что это не кола, не просится наружу, можно достаточно быстро открыть. Хотя напиток газированный. Не пенится. Ну, вы видите, да, цвет, в принципе, как бы, через бутылку было видно, видно, и вот в стаканах. Ну, попробуем беленький. Ну, честно, вот, мне нравится, вот, белый. Действительно, такой квасетский, нежный. Но, вот, чего-то не хватает. Кстати, вот, домашний квас, я не знаю почему, вот, всегда любил подслаживать его, добавлять сахара. Кстати, этот, как бы, тоже можно было бы подсладить немного, ну, как-то так. Черный такой, именно, вообще, просто уматывать цвет. Вот, черный, и на запах слышно, что, вот, есть вот этот вкус паленого. Реально, вот, я не знаю, что за прикол, вот, может быть, так и должно быть. Может, он делается из поджаренного какого-то хлеба, или какие-то темные сорта хлеба, я не знаю почему, но, вот, реально, мне вот этот вот вкус паленности очень-очень вообще смущает. Реально, мне прикольно. Черный мой, ребят, поставлю честно тройку, мне не нравится. Вот, такой кориковатый, белый, это 4 с плюсом, просто отличная тема. То, что мне больше всего нравится. Вот, на этом и все. С вами был Иван Кожидо, до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok